Молитва имеет нужду в трезвении, как малая лампадочка в свете свечи. Может быть, как лампада в безветрии, чтобы гореть, как свеча. Должно болезненно пищить о сохранении того, что драгоценно. Драгоценно же для нас поистине лишь то, что сохраняет нас от всякого зла, как чувственного, так и мысленного. Это и сохранение ума с призванием Иисуса Христа. То, чтобы всегда смотреть во глубину сердца и непрестанно безмолвствовать мыслью. Даже, скажу так, и от помыслов, кажущихся десными. И стараться быть пусто от всяких вообще помыслов, дабы не утаились под ними тати. Но хотя и болезны мы с терпением, пребывая в сердце, впрочем, утешение близко. Сердце непрестанно хранимое, которому не попускают принимать виды, образы и мечтаний темных и лукавых духов, обыкновенно рождает из себя помыслы световидные. Ибо как уголь рождает пламя, так много более обитающее от святого крещения в сердце нашем Бог, если находит воздух сердца нашего чистым от ветра в злобу и охраняемым стражбой ума, вожжет мысленную силу нашу в созерцанию, как пламень восковую и свечу. 105. Должно всегда вращать в пространстве сердца нашего имя Иисуса Христова, как молния вращается в воздушном пространстве перед тем, как быть дождю. Это хорошо знает имеющий духовную опытность во внутренней брани. Брань эту мысленную будем вести в таком порядке. Первое дело – внимание. Потом, когда заметим, что подошел вражий помысл, бросим на него с гневом слова клятвы из сердца. Третье затем дело – помолиться на него, обращая сердце к призыванию Иисуса Христа. Да развеется этот демонский призрак тотчас, чтобы иначе ум не пошел вслед этого мечтания, как дитя, прещаемое каким-либо искусным фокусником. Потрудим себя, подобно Давиду, называя Господи Иисусе Христе. Пусть измолчит голос потеряет, гортань наша. Но умные очи наши да не пристанут устремляться к горе, в уповании на Господа Бога нашего. Псалом 68.4. Помни всегда притчу о неправедном судье, который изрек Господь в научение нас, что должна всегда молиться и не унывать, и действуя по ней, и пользу получим, и отмщение. Как невозможно, чтобы у того, кто взирает на солнце, не блистали сильные зрачки, так невозможно не светиться и тому, кто всегда проникает в воздух сердца. Как невозможно жить теперешней жизнью без пищи и питья, так без хранения ума и чистоты сердца, что есть и называется призвение. Невозможно душе достигнуть чего-либо духовного и Богу угодного, или избавиться от мысленного греха, хотя бы кто страхом мук и удерживал себя принудительно от грешения делом. Впрочем, и те, которые нуждением неким воздерживают себя от греха делом, блажены перед Богом, ангелами и человеками, потому что нудящее себя – суть восхитителей Царствия Небесного. Вот что дивно в плодах для ума от безмолвия, что в нем грехи, стучащиеся сначала в ум только помыслами, потом, если будут приняты мыслью, сделать-то потом грубыми, чувственными грехами, все отсекаются мысленно во внутреннем нашем человеке добродетелью трезвения, которое не позволяет им входить внутрь и известись в злые дела омановением и заступлением Господа нашего Иисуса Христа. Образ внешних чувственно-телесных подвигов есть в Ветхие Заветы, а Святой Евангелие, который есть Новый Завет, есть образ внимания или чистоты сердечной. И как Ветхий Завет не доводил до совершенства, не удовлетворял и не удостоверял внутреннего человека в деле Бога угождения. Ничего, говорит апостол, не довел до совершенства закон, а только грубые преграждал грехи отсекать от сердца помыслы и пожелания порочные до сохранения сердечной чистоты, что есть евангельская заповедь, выше, чем, например, запрещение исторгать око или зуб у ближнего. Так, разумея, о телесной праведности, о телесных подвигах, о посте, говорю, и воздержании, спании на голой земле, стоянии, бдении и прочих, которые подъемлются обыкновенно из-за тела, и страстную часть тела успокаивает от греховных движений. Хорошо, конечно, и это все, как сказано и о Ветхом Завете, что добр закон, потому что служит к обучению внешнего человека нашего и к охранению от страстных дел. Но подвиги эти несут охранители и от грехов мысленных, или возбранители их, то есть не сильно избавить нас от зависти, гнева и прочего. А чистота сердечная, то есть блюдение и охранение ума, по его образом служит Новый Завет. И есть ли соблюдается нами, как должно, все страсти и всякое зло отсекает от сердца и искореняет из него, и вместо того вводит в него радость и благонадежие, сокрушение, плащ, слезы, познание себя самих и грехов своих, памятование смерти, истинное смирение, безмерную любовь к Богу и людям, и божественное рачение сердечное. «Как ходящему по земле невозможно не рассекать этого воздуха, так невозможно сердцу человеческому не быть непрестанно боримым от демонов или не подлежать скрытным от них воздействиям, хотя бы кто и строго проходил телесные подвиги». 115. «И если о Господе хочешь, не по видимости только быть монахом, благим, кротким и с Богом всегда соединенным, но и поистине быть таковым желаешь, то всеусильно старайся проходить добродетель внимания, которое состоит в блюдении и хранении ума и в установлении сладостного сердечного безмолвия, свободного от мечтаний, блаженного состояния души, дело, которое не во многих найдешь». Добродетель внимания именуется мысленным любомудрием. «И проходи ты ее в великом трезвении и теплом усердии с молитвой Иисусовой, со смирением и непрерывностью, с молчанием чувственных и мысленных уст, с воздержанием в пище и питье и с удалением от всего греховного, проходя ее путем мысленным, искусным с рассуждением. И она с Божьей помощью раскроет тебе то, чего не чаял, даст тебе знания, просветит, умудрит и научит тому, что прежде в ум приятнее имел ты способности, когда ходил во тьме страстей и темных дел, будучи погружен в бездну забвения и смятения помыслов. «Как долины обильно плодят пшеницу, так она обильно плодит в сердце твоем всякое добро». Или лучше, «Сие подаст тебе сам Господь наш Иисус Христос, без которого мы ничего творить не можем». И сначала ты найдешь ее лестницы, потом книгой, в которой будешь читать, наконец, более и более преуспевая, найдешь ее городом Иерусалимом Небесном и Христа Израилева, Царя Сил, действительно узришь умом с единосущим Его Отцом и с поклоняемым Духом Святым. Бесы вводят нас в грех всегда лживым мечтанием. Так мечтанием обогащения и корысти настроили они нечестивого Иуду предать Господа и Бога всяческих. Ложными мечтами о телесном довольстве, ничтожном по себе, о чести, богатстве, славе, вовлекли они Его в Бога убийство, а потом ввергли самоубийство, удавлением, и вечно исходотайствовали Ему смерть, совершенно противные тому, что представляли Ему в мечтании или в прилоге своем, воздав Ему коварное. Вот и смотри, как лживыми мечтаниями и пустыми обещаниями ввергают нас в падение враги нашего спасения. И сам Сатана таким же образом спал с небесных высот, как молнии возмечтав о равенстве Богу. Так потом Адама отдалил он от Бога внушив ему мечту о божеском некоем достоинстве всезнания. Так и всех, кто грешающих, обыкновенно обольщает этот лживый и коварный враг. 120. Горечью от яда худых помыслов исполняется сердце наше, когда, вознерадев по причине забвения, надолго отводимы бываем от внимания и молитвы Иисусовой. Но когда по любви к Божественному с крепким усердием прилежно начнем в нашем детелище мысленном, в мысленной мастерской в сердце, совершать вышелеченное, то есть внимание и молитву, оно опять исполняется сладости в чувстве усложнения божественным неким дарованием. Тогда это твердое, полагаемое намерение всегда ходить в безмолвии сердечным, и не ради чего другого, а ради ощущаемой от него в душе приятной сладости и отрадности. Наука, наука, искусство, искусств есть умение управляться со злотворными помыслами. Самое лучшее против них средство и искусство – смотреть с помощью Господа за появлением прилога их, и мысль свою всегда хранить чистую, как храним око телесное. Им же самим остро-зорко усматривая могущее случайно повредить его и всячески стараясь не допускать до него даже порошинки. Как свет не породит пламени, вода не родит огня, терн, смог, так сердце каждого человека не освободится от бесовских помыслов, слов и дел. Если не очистит своего внутреннего, не сочетовая трезвение с молитвой Иисусовой, не стяжет смирение и душевного безмолвия, и не будет со всем усердием тещи, поспешая в преднее. Душа себе невнемлющая неизбежно бывает бесплодна на благие и совершенные помышления, подобно бесплодному мулу, потому что и в ней нет разумения духовной мудрости. Воистину призывание имени Иисусова и упразднение страстных помыслов есть сладостное дело, водворяющее мир душевный. Когда душа зле входит в телом соглашения, тогда они обе вместе созидают град тщеславия и столб гордости, и для обитания в нем плодят нечистые помыслы. Но Господь страхом гиенны расстраивает согласия их, разделяет их, понуждая Госпожу душу мудрствовать и говорит чуждой и противной телу, рабе. От этого страха и разделение между ними происходит, потому что мудрование плоское есть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются. Каждодневные дела наши надо бы на ежечасно взвешивать, внимая им. А вечером необходимо облегчать бремя их покаянием, сколько сил есть, если желаем с помощью Христовой препобедить в себе зло. Надо бы на та же смотреть, по Богу ли, перед лицом ли Бога или единого ли Бога совершаем мы все свои чувственные и видимые дела, чтобы по неразумию не быть окраденными при всем какими-либо недобрыми чувствами. 125. Второй том добротолюбия преподобного Исихия о трезвении и молитве. Страница 184. Если мы с помощью Божьей каждый день приобретаем что-нибудь через наше трезвение, то не следует нам без разбора вступать в отношения с другими, чтобы не понесть ущерба от каких-либо соблазнительных бесед. Но более надобно презирать все суетное, красоты и благотворности ради этой добродетели трезвения, прелюбезной и пресладкой. Трем силам души мы должны давать движение правильное, сообразное с их естеством и согласное с намерением создавшего их Бога. Именно силу раздражительную надо подвигать против внешнего нашего человека и против змея сатаны. Гневаясь, сказано, не согрешайте. Это значит гневайтесь на грех, то есть на самих себя и на дьявола, чтобы не согрешить против Бога. Силу желательную надо устремлять к Богу и добродетели, а мысленную поставим госпожою над обеими ими, чтобы с мудростью и благоразумием упорядочивала их, вразумляла, наказывала и начальствовала над ними, как царь начальствует над подданными. И тогда сущий в нас разум по Богу будет управлять ими, то есть когда будет господствовать над ними, а не им покоряться. Хотя страсти и восстают на разум, но мы не перестанем повелевать, чтобы разум правил ими. Ибо брат Господень говорит, если кто совершен в слове, тот муж совершенный, могущий обуздать и все тело. Истинно говоря, всякое беззаконие и греха этими тремя силами делаются, и всякая добродетель и правда этими же тремя силами совершаются. Ум оврачается и становится бесплодным, когда монах или поговорит с кем о мирских вещах, или мысленно сам в себе поразглагольствует о них, или когда у него тело с умом суетно займутся чем-либо чувственным, или когда он вообще предается суетности и суетливости. Ибо в таком случае точно непосредственно затем теряет он теплоту, сокрушение, дерзновение к Богу. И ведение забывает о Боге и порядках Божиих, так что поскольку внимаем мы умом, поскольку просвещаемся, и поскольку невнимаем омрачаемся, кто повседневно стремится к миру и безмолвию ума, и усердно ищет его, тот легко презрит все чувственное, дабы не напрасно трудиться. Если же он какими-нибудь ложными мудрованиями обманет свою совесть, что не беда быть занятым чем-либо чувственным, то горько и уснет смерть из обвения, а не уснуть и кое молится божественный Давид. Да никогда уснув смерть. Псалом 12,4. Апостол же говорит, ведущему же добро творить, и нетворящему есть грех. Приходит же ум из нерадения опять в свойственные мучины трезвения, если тотчас как сознаем охлаждение, возгоримся ревностью и с теплым усердием опять восстановим обычное делание ума, трезвение и молитву. 130. Мельничный осем не может подвинуться вперед, шагая по колесу, к которому привязан. Шагает, а все на одном месте, пока не остановят колеса. И ум не подвигнется вперед, в совершенно творной добродетели, то есть в трезвении, ведущем к совершенству, если не упорядочит своего внутреннего, остановив кружение там помыслов. Ибо таково, если постует всегда внутренними очами, не имея возможности видеть добродетель святозарного Иисуса и святозарного Иисуса. Конь добрый и сильный, весело скачет, приняв седока. Ум же весельем возвеселится во свете Господнем, когда за утро предстанет ему свободным от всяких помышлений. Сам себя разгорячая, пойдет он от силы деятельного, любомудрия ума, в дивную силу созерцания и тайн неизреченных, и добродетелей. А когда воспримет, наконец, сердце свою безмерную глубину возвышенных божественных помышлений, тогда явится ему Бог Богов, сколько вместимо это для сердца. Пораженный этим ум, любовно славит тогда Бога, зримого и зрящего, который ради того и этого спасает так устремляющего к нему умственный взор свой. Высокую глубину узрит разумно держимое безмолвие сердечное, и дивное услышит ухо у безмолвившегося ума. Путник начал совершать путешествие далекое, неудобно проходимое и трудное, и, опасаясь на возвратном пути заблудиться, ставит на дороге знаки, как пути указателей, которые могли бы ему, удобно помогли бы возвратиться во своясье. А муж, шествующий путем трезвения, пусть ставит в качестве примет словеса, слышанные от отцов, опасаясь и себе, и того же, то есть заблудиться в пути или попятиться назад. Но для путника возвращения туда, откуда вышел, есть причина радости, а для трезвенника возвращения назад есть пагуба разумной души и знак отступления от богоугодных дел, слов и помышлений. И будет он во время смертоносного сна душевного иметь помыслы, которые, подобно остям, будут будить его от уцепления, напоминая, в какое глубокое помрачение и расслабление не спал он по причине вознерадения своего. Впадши в прискорбности, отчаянности и безнадежности, в крайности безвыходной, из которых выпутаться нет надежды, надобно нам и себе тоже делать, что делал Давид. Изливает сердце мое свое и моление свое, изливать перед Богом, и печаль свою, как есть, возвещать Господу. Ибо мы исповедуемся Богу, как могущему премудро устроить все нас касающееся, и беду нашу, если полезно, сделать легкой, удобной, удобной, и исходной, и избавить нас от пагубной и разрушительной печали. Гнев на людей не по естеству движимый, печаль не по Богу и уныния, все равно гибельный для добрых и разумных помыслов. Но Господь, расточая их нашего ради исповедания, водворяет радость помыслы против воли нашей, стеснившиеся и стоящие в сердце, обыкновенно изглаждает молитвы Иисусова с трезвением из глубин помышления сердечного. Облегчение и радость в скорби от множества бессловесных помыслов обретаем мы, когда укорим себя искренно и беспристрастно, или возвестим все Господу, будто человеку, присущему нам. Всячески этими двумя способами найдем успокоение от всего смущающего. Образом ума признается отцами законоположник Моисей, который Бога видит в купине, лицом прославляется, и Богом фараону от Бога богов поставляется. Потом казнью поражает Египет, изводит из него Израиля и дает закон. Все это, будучи принимаемо иносказательно в смысле духовном, изображает действие и преимущество ума. 140. А образом внешнего человека служит Аарон, брат законодателя. И так, с гневом, возводя на него внешнего человека обвинение, будем говорить и мы ему, как Моисей, погрешившему Аарону, чем онеправдовал себя Израиль, тебя, ум, зрящий Бога, что ты поспешил сделать его отступником от Господа Бога, живого Сидержителя, помыслами своими отвлек его от зверцания Бога в трезвении. В числе других многих добрых примеров Господь, приступая к воскрешению Лазаря из мертвых, тем, что запретил Духу, показал и то, что нам надобно строгим запрещением обуздывать душу, когда она женоподобно вдается в расслабляющую чувствительность и вообще стараться установить в себе жесткий к себе нрав, который, разумею, самоукорение, умеет избавлять душу от самоугодия, тщеславия и гордости. 142. Как без большого корабля нельзя переплыть морскую пучину? Так без призывания Иисуса Христа невозможно изгнать прелога помыслов лукавого. Прекословие обыкновенно преграждает дальнейший ход помыслам, а призывание имени Иисуса Христова изгоняет их из сердца. Как только образуется в душе прелог с представлением чувственно какого-либо предмета, как-то оскорбившего нас человека или женской красоты, или серебра и золота, или когда все это одно за другим побывает в мысли нашей, тотчас обличается, что привели в такое мечтание сердца наши духи злопамятство, блуда и серебролюбие. Если ум наш опытен, обучен и навык блюсти себя от прирожения и видеть ясно, как днем обольстительные мечтания и прелести лукавых, то тотчас отпором прикословима молитвы Иисуса Христова легко угошает раздраженные стрелы дьявола, не позволяя страстному мечтанию увлекать вслед себя и наши помыслы, а помыслом этим согласоваться с призраком прелога, или дружелюбно беседовать с ним и вдаваться в многомыслие, или сосложиться с ним, зачем с некоторой необходимостью, как ночью за днем следуют худые дела. Если же ум наш неопытен в деле бодренного трезвения, то тотчас сцепляется при страстности с представившимся ему прелогом, какой бы он ни был, и начинает с ним собеседовать, получая неподобные вопросы и давая такие же ответы, тогда наши помыслы смешиваются с демонскими мечтаниями, которые вследствие того еще более располаждаются, расплаждаются и размножаются, чтобы показаться прещаемому и уловляемому ему более любезными, красивыми и привлекательными. Тогда ум нас страждет нечто подобное тому, как если бы на какой-нибудь равнине, где пасутся незлобивые агнцы. Появился пёс и агнцы. И агнцы, как только он появился, подбегали бы к нему часто, как к матери своей, никакое от приближения к нему не получая пользы, а только разве заимствует от него нечистоту и зловоние. Таким же точным образом и наши помыслы подбегают по неопытности ко всем бесовским в уме мечтаниям. И, как я сказал, перемешиваются с ними. Так что можно положить, что те и другие вместе держать между собой совещание, держат. Чтобы такое следовало устроить, чтобы привезли дело посредством тела то, что так красным и сладким показалось им под действием бесовского обольщения. Так-то устрояется, наконец, внутри падение души, после чего, будто по необходимости какой, износится уже и вовне то, что созрело там внутри сердца. Ум наш есть нечто легко движимое и незлобивое, легко отдающееся мечтам, и неудержимо падкая на помыслы греховные, если не имеет в себе такого помысла, который, как самодержество над страстями, удерживал бы его непрестанно и обуздывал. Созерцание и ведение обыкновенно бывает путеводителями и виновниками строгой жизни через то, что сердце, имя восхищенное горе, приходит в презрение земных удовольствий и всякой чувственной сласти житейской, как вещей ничтожных. И обратно, жизнь внимательная во Христе Иисусе совершаемая бывает отцом созерцания и ведения и родителем божественных восхождений и мудрейших помышлений, сочетавшись с супругою, с смирением, как говорит божественный пророк Исаия, терпящие Господа изменит крепость, а крыльево оттаят, как орлы. Исаия 40, 31. Слишком строгим и тяжелым кажется людям душевно безмолвствовать от всякого помысла. И воистину это притрудно и приболезненно, ибо ни одним, только непосвященным в тайной духовной брани, да более тяжело бестелесное заключать и удерживать в телесном доме, но и тем, которые искусились во внутренней неисчестенной брани. Но кто непрестанной молитвой содержит в персиях Господа Иисуса, тот по пророку не утрудится, последуя Ему, и дни человече не пожелает. Иеремей 17, 16. Ради красоты, приятности и сладости Иисуса и врагов своих нечистых демонов, ходящих вокруг Его, не постыдится, но возглаголит к ним во вратах сердца и вспять прогонит их Иисусом. Душа, воспаривши по смерти, на воздух ко вратам небесным, и там не постыдится врагов, умея за себя с собой Христа, но и тогда, как ныне, дерзновенно возглаголит к ним во вратах. Только до самого исхода своего, да не скучает он день и ночь, взывает к Господу Иисусу Христу, Сыну Божию, и он сотворит от общения ей вскоре по неложному божественному обетованию своему, которое изрек он в притче о неправедном суде. Истинно говорю вам, вскоре сотворит от общения и настоящей жизни, и по исходе ее из тела. 150. Плывя по мысленному морю, дерзая Иисусе, ибо он сам внутри тебя в сердце твоем таинственно взывает к тебе, не бойся, Яков, малый Израиль, я Бог твой, держащий десницу твою. Если же Бог за нас, какой лукавый против нас? За нас Бог, который ублажил чистым сердцем и законоположил, чтобы сладчайший Иисус, единый, чистый, божественно, наивствовал чистые сердца и обитал в них. Не пристанем же по божественному Павлу обучать ум свой ко благочестию. Насладиться под Авиду множеством мира. Салом 36, 11. Кто не приемлет лица человеческого судя неправду, сердца своем судя, то есть кто не приемлет образов лукавых духов, и через эти образы не умышляет греха, но строго судя, и строгий произнося приговор на земле сердца своего, воздает греху должное. Великие и мудрые отцы в некоторых писаниях своих и демонов называют человеками по причине их разумности. Так и в Евангелии Господь говорит, враг человек сделал это, то есть сел среди пшеницы и плевела, разумея дьявола, ибо потом сказал, севающий есть дьявол. Поскольку мы не оказываем тотчас прикословия этим делателям зла, то поэтому и преодолеваем, и бываем помыслами. Если, начав жительствовать во внимании ума, с презвением сочетаем смирение и с прикословием совокупим молитву, то будем добре шествовать мысленным путем, как светильником света, с поклоняемым и святым именем Иисуса Христа, как выметая и ощущая от греха, так и украшая и убирая дом сердца своего. Если же на одно свое трезвение или внимание понадеемся, то скоро, подвергшись нападению врагов, пойдем бы внезринуты, и начнут тогда во всем одолевать нас эти коварнейшие и злокозники, а мы начнем больше и больше опутываться злыми пожеланиями, как сетями, или совершенному закланию подвергнемся от них, не имея в себе победоносного меча имени Иисуса Христова. Ибо только этот священный меч, будучи непрестанно вращаем в упраздненном от всякого образа сердце, умеет обращать их спячь и посекачь, и попалять, и поедать, как огонь солому. Дело непрестанного трезвения, душеполезное и многоплодное есть тотчас усматривать образующиеся в уме мечтательные помыслы. Дело прикословия – обличать и выставлять на позор помысл, покушающийся войти в воздух ума нашего посредством представления какого-либо чувственного предмета. То же, что тотчас погашает и рассеивает всякое умышление сопротивоборства, всякое слово, всякую мечту, всякого идола и всякий столб злобы, есть призывание Господа. И мы сами видим в уме державное поражение их от Иисуса, великого Бога нашего, и отмщение им за нас, смиренных, бедных и ни к чему негодных. Что помысл наше – ничто иное суть, как одни мечтательные образы вещей чувственных и мирских. Этого многие не знают. Когда же побудем мы подожже трезвенно в молитве, тогда молитва освобождает наш ум от всякого вещественного образа лукавых помыслов и дает ему познавать словеса супостатов. Может быть, значение помыслов вообще, что они суть, или планы и виды врагов при всевании помыслов. И ощутить пользу молитвы и трезвения. Абачи очима твоим осмотришь и воздаяние грешников мысленных, мысленно и самоузришь его, разумеешь. Как говорит блаженный псалмопевец Давид 155. Будем, если можно, непрестанно памятовать о смерти, ибо от этого памятования рождается в нас отложение всех забот и сует, хранение ума и непрестанная молитва без пристрастия к телу и омерзения ко греху. И почти, если сказать правду, всякая добродетель живая и деятельная из него проистекает. Почему будем, если возможно, делать это дело столь же непрерывно, как непрерывно наше дыхание? Сердце, совершенно отчуждившись от мечтаний, станет рождать помышления божественные и таинственные, играющие внутри его, как играет рыба, и скачет дельфин в спокойном море. Море веется тонким ветром, и бездну сердца духом святым. И так, как сыны, говорит апостол, послал Бог сына своего, сердца вашего, пьющий авва очи. Усомнится и поколебится всякий монах, взять это за духовное дело, не прежде отрезвления ума. Потому ли, что не познал еще красоты его, или потому, что познавший, бессилен решиться на эту по недостатку ревности. На это колебание, несомненно, рассеется, коль скоро он вступит в делание хранения ума, которое есть и именуется мысленным любомудрием или деятельным любомудрием ума. Потому что тогда обретет он путь, который сказал, «Я есть путь и воскресение, и жизнь».